Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня немного специфичный скринкаст без разбора программы, но с разбором технологий. Мы поговорим о том, как читать текст с суфлера и что это вообще такое. Что такое суфлер? Это такая штука, которая в идеале надевается на объектив. На объектив накручивается кольцо, набор колец должен продаваться с суфлером, поскольку объективы все разные. На кольцо надевается вот такая штука. В штуку вставляется телефон с заранее установленным в него приложением и закачанными текстами запускается текст. Читая текст вы смотрите, получается в объектив. С этой стороны стекло зеркальное, с той стороны прозрачное. В принципе тоже самое можно сделать своими руками, например, из чехла для DVD дисков. Но я разорился и купил себе готовый. Это, кстати, не реклама, ну то есть реклама, но они мне за это не платят. Если знаете контору, передайте, что Вова Ломов сделал про них скринкаст. Вдруг частично погасит стоимость. Итак, начинается все с текста. А вот стендап для скринкаста. В принципе вот этот кусок в 220 символов можно прочитать без запинки с суфлера даже не имея опыта. А вот этот уже начитать без опыта будет проблематично. Имейте это в виду. Мною замечено, что легко читается кусок где-то в триста пятьдесят символов. Но я в любом случае меняю крупности, в том числе, чтобы читать было легче, поэтому сначала разбиваем текст по крупностям. Вот это общий план. Это крупный. Это общий. Понятно, что смена планов делается по смысловым паузам. Тут текст бьется легко, а вот тут не очень понятно, где лучше менять планы. Можно сделать вот так. Можете нажать сейчас паузу и прочитать этот текст, обрывая предложение и начиная с новой строки новый смысловой блок. Тогда поймете, о чем я говорю. Поэтому я лучше сделаю вот так. Мне кажется, так будет более гармонично. Все, текст готов. Я еще выделяю общие планы жирным, чтобы проще было вставлять в приложение и не путаться. И переходим в приложение на компьютере. Это очень удобно. У Пиксайра, а разговор сейчас идет об их суфлёре есть собственное приложение. Во-первых бесплатное, а во-вторых мобильное и продублированное в веб. А вот оно. Адрес суфлер.про. Вам нужно здесь авторизоваться и дальше все просто. Можно создавать тут папки и раскладывать по ним текст, если у вас их много или все сваливать в корень, если у вас их мало. Добавим папку и добавим в нее текст. Например, общий 1. А вот он пока пустой. И теперь просто закидываем сюда подготовленные заранее куски текста для общего плана. Благо, что мы выделили жирным все общие планы. Я, кстати, на всякий случай дублирую каждый кусок и потом выбираю дубль получше. Ну и собственно то же самое мы проделываем потом с крупным планом. Создаем новый текст и закидываем туда все куски крупного плана. И переходим к мобильному приложению. Называется оно суфлер.про. Есть в Google Play и устанавливается, как я уже сказал, бесплатно. А вот так выглядит. У меня оно уже установлено. Запускаем. Здесь также надо авторизоваться и после этого приложение подтягивает все тексты с сайта суфлер.про. А вот наша папка и вот наш текст. Запускаем. И пошло. Здесь правда идет в зеркальном отображении, поскольку стекло в суфлере это зеркало, но можно и отключить эту функцию. Нажимаете на экран, останавливаете текст. Также его можно двигать. Пройдемся по настройкам. Вот тут под шестеренкой. Это зеркальное отображение. Зациклить это значит повторять постоянно. Повернуть текст и фокус на центре. Он добавит такие черные полупрозрачные полосы сверху и снизу. Мне не нравится. И тут скорость прокрутки. Зависит от того, насколько быстро вы читаете. Выясняется опытным путем. Я при размере шрифта 56 и одинарном интервале читаю на скорости 80. А тут у нас задержка старта. Если некому запустить, вам нужно время еще дойти от суфлера до исходной позиции. Все. Пошло. Я сейчас провожу курс по видеопродакшену и одна из слушательниц написала, что это чудо. Ей монтажеры казались полубогами, а теперь она сама может монтировать видео. Ну вот с суфлером также. Мне, кстати, самому до недавнего времени работа с суфлером казалась чем-то полумистическим. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.